Добрый день! С новостями к этому часу Алия Битова. Коротко о главных событиях дня. Жуткую перестрелку устроили люди в масках в самом центре Алматы. Есть пострадавшие. Полицейские разыскивают виновника массового ДТП. Сколько человек стали жертвами инцидента? Ущерб в сотни миллионов тенге. В Шимкенте начали расследование в отношении руководителей Финпирамиды. Люди в масках устроили перестрелку в центре Алматы. По словам очевидцев, кровавый конфликт произошел в одном из развлекательных заведений на пересечении Альфа-Раби Назарбаева. Предположительно, злоумышленников было четверо. Мужчины стреляли из пистолета Макарова. Одного из участников перестрелки ранили в живот, второго в ногу. Как сообщили в полиции, инцидент произошел 3 сентября. На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником городского департамента полиции Арастангани Запаровым. Один из подозреваемых уже задержан. Поиски остальных продолжаются. Алматинские полицейские разыскивают предполагаемого виновника массового ДТП. Авария произошла сегодня в полперва ночи на пересечении улиц Сайна и Шаляпина. Не соблюдая безопасную дистанцию, водитель автомашины марки «Мерседес» допустил столкновение с четырьмя легковушками, а после скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадали три человека. Двое из них сейчас в больнице. Личность водителя установлена. Принимаются меры к его задержанию. В результате данного ДТП пострадали водители-пассажирки автомашины марки «Ниссан». Данный факт принят в производстве сотрудниками управления полиции Ауизовского района. Между тем, в Алматы 19-летнего водителя наказали за агрессивную езду. Стражи порядка составили на парня семь протоколов. Юного нарушителя выявили через видео в соцсети. В отношении него возбудили административное производство за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за создание аварийной обстановки и нарушение правил маневрирования. В полиции с молодым человеком провели профилактическую беседу о недопущении нарушений ПДД. В Шемкенте начали расследование в отношении руководителей финпирамиды ПК Ассар Баспана. Как сообщили в агентстве по финмониторингу, компания привлекала деньги людей без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла между участниками. Общая сумма ущерба превышает 700 миллионов тенге. В ведомстве призвали казахстанцев быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Досудебное расследование в отношении руководителей компании ПК Ассар Баспана по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шемкент. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. В КМБ накрыли крупную наркозделку на берегу Каспия. Группу лиц задержали 3 сентября в ходе проведения ими сделки. Среди них были и иностранцы, незаконно пересекшие госграницу на скоростных катерах. У задержанных изъяты десятки килограмм опия, гашиша, технические средства связи и навигации. По факту проводится досудебное расследование. По статье «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Экс-главу МВД Марата Ахмеджанова назначили Акимом Акмолинской области. Соответствующий указ подписал глава государства. Ранее пост главы региона занимал Ермек Маржикпаев. Сейчас он возглавляет Министерство туризма и спорта. А вот Джамбылской областью будет руководить бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Вместе с ним на эту должность претендовал Нурбол Женаспеков. По итогам голосования из 189 депутатов кандидатуру Карашукеева поддержали 142. Ну а Министерство экологии, геологии и природных ресурсов возглавил Ерлан Насанбаев. Он сменил на этом посту Зульфью Сулейменову. Новая досуговая зона протяженностью почти в полкилометра открылась в Алатауском районе Алматы по поручению Акима города и многочисленным просьбам жителей. Площадь более 6 тысяч квадратных метров возвели по улице Аханова в микрорайоне Акбулак. На территории проложены прогулочные дорожки, установлены скамейки и урны, уличное освещение, перголы. Здесь есть все для развития массового спорта, футбольные и баскетбольные поля, два стола для настольного тенниса, а также детская игровая зона в форме корабля. Площадь вмещает в себя одномоментно до 700 человек. Это все новости к данному часу. Более подробное о событиях дня смотрите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok